С удовольствием поссорюсь с тобой по этому поводу в другой раз. Лучшее оружие против дикой охоты – магия. Значит, нам нужны чародейки, мастера магии. Ты имеешь в виду ложу? Большинство членов ложи мертвы, остальные в бегах. Филиппа Эйльхард, Маргарита Лаонфиль и Фрингилья Вига, скорее всего, живы. Франциска и Ида, ты думаешь, они согласятся? Думаю, мы их убедим. Ты поговоришь с Кейрой сама? Да. Наверное, так будет лучше. Я не доверяю ложе, но, похоже, другого выхода нет. Это так. Я заключила соглашение с Императором. В обмен на помощь ложе получит амнистию и убежище на территории Нильфгарда. Это будет нашим козырем в торге. Трис, я сегодня же отправлюсь на поиски чародеек. Ты мне поможешь? Разумеется. У меня даже есть мысли, где начать. Проклятие! Вы опять строите планы, никто не спрашивает моего мнения! С меня хватит! Я не дам себя никуда вести, как мешок! Я не хочу сидеть сложа руки! Я устала ждать и прятаться! Ты не можешь рисковать! Вы относитесь ко мне, как к знамени, которое нужно защищать от врага. Ни у кого из вас не хватает смелости взглянуть охоте в лицо. Мы должны их убить, иначе они убьют нас раньше или позже. Сири нужно время. Это правда. А еще ей нужно заниматься. Она должна научиться управлять своими способностями. Все это обучение. Правда, необходимо? Ты видел, что произошло? Сири может оказаться даже более опасно, чем дикая охота. Хорошо. Мы еще ненадолго останемся в крепости, а потом присоединимся к тебе и Трис в Новиграде. Встретимся у Лютика. Пойдем, Йен. Чем раньше мы отправимся, тем лучше. До свидания. Девушки отдыхают. А сколько я должна это делать? Сколько потребуется. У меня ничего не выходит. Продолжим позже. С маятником у тебя тоже сначала не выходило. Геральт, прошу тебя. По сравнению с этим, маятник легкая прогулка. И вообще не в этом дело. А в чем? А балак говорит, что ничего не выйдет, пока я не перестану думать о битве. А мысли о котятах и ванильном пудинге в голову почему-то не идут. Скажи, как ты это делаешь? Что? Что бы ни происходило. Ну что угодно. Ты всегда умеешь взять себя в руки. Есть один старый способ. Меня ему научил Весемир, а его бармен. Отведешь меня в горы и напоишь отваром шалфея? Друиды Скеллиги использовали его веками. И весьма успешно. Эй! Ты пожалеешь! Эй! 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 Ты жульничаешь! Ха-ха-ха! Капуша! Я тебе покажу! Ха-ха-ха! Сначала догони! Ха-ха! Сейчас получишь! Ха-ха-ха! Сейчас получишь! Ха-ха! Сейчас получишь! Ха-ха! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Что неудивительно, он ученик Авалакхи. Пусть подойдут. Но... Они пришли на праздник. Не годится отказывать им в бестеприимстве. Вы не на праздник. Нам надо подняться на гору. Через ворота вы не пройдете. Но там вон костры. Посидите, еды и питья хватит на все. Может, в этом году хозяйки снизойдут к нам. И мы хоть глазочком на них поглядим. Спасибо за приглашение к костру, но нам уже пора. Вы хотите увидеть хозяя? Я тоже надеюсь на них поглядеть. Пока не помер. Поднимитесь выше. Старый Теплер. Она решит, достойна вы или нет. Мы так и сделаем. Прощай. А-а-а! Смотри. Какие-то дети. Это прибожки. Я их уже встречал. Говорят, что духи – это внутреннее проявление страха перед тем, что снаружи. Говорят, что в местах, населенных духами, больше всего пугает одиночество. Это неправда. Правда на самом деле в том, что чудовища бывают столь же одиноки, как люди. Правда в том, что для того, чтобы победить одиночество, нужно сперва превозмочь страх. Это удается. Это он выставил тебя из дома? Да. Сейчас я с ним поговорю. Не делай ему ничего. Ты что себе позволяешь? Выгнал Сару из дома. Как так можно? Это был не ее дом. И кроме того... Успокойтесь, все в порядке. Если бы я не ушла из Новиграда, то не встретила бы и Васика. Ладно. На этот раз я тебя помилую. Вижу, ты нашел свою девицу. Что вас сюда привело? А вы что здесь делаете? И как вы оказались вместе? Мы получили приглашение, от которого нельзя отказаться. Ближе к Шавашу ведьмам становится добрее. А может, просто хотят показать, кто здесь главный. Ты правда пришла сюда из самого Новиграда? Если умеешь говорить с птицами, это легкотня. Один дрозд рассказал мне про Ивасика, и я кое-как сюда добрела. Мы собираемся на вершину горы. Может, что посоветуете? Совет один. Не ходите туда. Ивасик говорит, что с ведьмами шутки плохи. Ты же только нашел свою девицу. Неужели хочешь снова ее потерять? Мы справимся. Делайте, что хотите. Дорога на вершину начинается за воротами. Так что вам понадобится ключ. Старая Текла дает его только тем, кого сочтет достойными увидеть хозяек. Ворота заперты на ключ? Зачем? О, боги! С вами хуже, чем с детьми. Во время праздника ведьмы желают встретиться с тремя молодыми людьми. Старая Текла выбирает подходящих и дает им ключ от ворот. Она красивая и молодая. А вот он нет. Ты чего? Теклу эту мы как-нибудь убедим. Только не пытайся ее обмануть. Она ложь тут же распознает. Если она не станет помогать, скажи, что хочешь принять вызов. Вызов? Текла все объяснит. Мы ищем эльфа по имени Иммерих. Цири считает, что он гостит у ведьм. Какой огромный рыцарь! Меня чуть не затоптал! Он ехал наверх? Да. Чего вы от него хотите? Он убил моего друга. Значит, ты ищешь мести? И думать забудь. Не стоит так глупо умирать. Перед ним даже ведьмы спину гнут. Спасибо за совет. Нам уже пора. Удачи! Навестите нас как-нибудь. Вы же тут недалеко. Мы обязательно вас навестим. До встречи. Паруса белые, а море голубое и... Море? Большое соленое озеро. Распогодилось. Кто это? Пойди сюда, девушка. Ну, ближе. Так, какая она? Узкие бедра, глаза блестят, с характером. У тебя был когда-нибудь мужчина? Неважно, я уже знаю. Я выбираю тебя, девушка. В эту ночь ты увидишь хозяек. Если она идет на Аггару, я иду с ней. Хм. Что там еще кот принес? Седой, жилистый, со шрамом и глаза змеиные. Так. От него смердит запекшийся кровью и мертвецами. К тому же он старый и бесплодный. Я отвергаю тебя, выродок. Так, девушка пойдет на вершину одна. Ты меня недооценила. Я окажусь не хуже других. Хм. Девушка? Он расторопней любого юноши. От него смердит трупами, потому что он убивает чудовищ. И убьет каждого, кто станет на моем пути. Может быть, я ошиблась. Может, в нем есть еще жизнь. Старый обычай позволяет мне отказаться от решения, если ты примешь вызов. И что за вызов? Скажи ему. Нужно спуститься в пещеру и погрузиться в подземные воды. А в чем подвох? Озеро глубоко. Воды его темны. Я принимаю вызов. Пойдем. Погляди. Вот это монета из давних времен. На одной стороне в огне горит фалька. Потому ее называют Ореном Смутьянки. Принеси мне эту монету. Принеси мне эту заболевану. Продолжение следует... 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 Сестры сказали, что ты придешь. Они видели тебя в воде. Они не разглядели девушки, но ты пришел с ней, верно? Я здесь один. Ложь, которая ничего не изменит. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...